Я заказала у него две детские кровати, две взрослые кровати, большой диван. А еще четыре прикроватные тумбы, два пуфика и четыре стула. Все это на сумму 161 тысяч рублей. Едва Елена Лаптева успела въехать в новый дом, как радость от новоселья испарилась. По факту ей отдали лишь стулья и две кровати, одна из которых недоделана. Когда женщина попыталась выйти на связь с предпринимателем, тот сначала кормил завтраками, а после и вовсе заблокировал клиентку. Предоплату в 98 тысяч рублей никто не вернул. Два года назад я отшивала мебель тканями, он мне не заплатил ни копейки, получается 70 тысяч. Претензии к бизнесмену есть не только у клиентов, но и у его же сотрудников. Ольга Пушкарева уже два года пытается получить свою зарплату за обшивку 68 диванов. Схема та же. Сначала начальник оправдывался материальными проблемами, а позже и вовсе перестал выходить на связь. По словам пострадавших, в прошлом предприниматель работал в правоохранительных органах. Именно эти связи помогают ему уходить от ответственности. Поэтому некоторым обманутым клиентам отказывают в возбуждении уголовного дела. Почему-то мне пришел отказ. Пришел отказ. Снова пришел отказ. То есть, получается, органы опять без действий. В это постановление попали не все пострадавшие, а только часть. Еще недавно мебельщики арендовали цех на Первой Вольской. Сейчас они съехали, но обманутые клиенты продолжают приходить по старому адресу. Лично ко мне не подходили, но к другим пацанам подходили. Вонищик ищут просто и все. И не могут не идти. Тем временем казанский мебельщик продолжает принимать заказы. В аккаунте ограничены комментарии, однако с новыми клиентами он охотно выходит на связь. Добрый день. Можно заказать диван угловой? Здравствуйте. А мы ранее с вами общались уже? Нет. Единственное, что меня беспокоят негативные отзывы, которые о вас пишут. Проблемы бывают у всех. Слава богу, мы их преодолели. Посмотрите последние посты. Все заказчики довольны. Даже в сторисах нас отмечают и рекомендуют. За 8 лет работы разных клиентов перевидал, к сожалению. Пусть твое интервью и вообще хрен что отдам. Вот в Венере отдам 35. Сколько там она с меня списала за Паши? Мы составили таблицу список пострадавших. Дата начинается от 15 октября 2018 года. И вот последняя у нас жертва 16 августа 2021 года. Получается, он намеренно берет деньги, не возмещая старым заказчикам. Женщина уверена, список мог бы быть намного больше, если бы все пострадавшие вышли на связь. По словам обманутых клиентов, даже следователь посоветовала им придать это дело огласке, чтобы оно стало резонансным и виновный понес наказание за прошлое преступление и не совершил новые.